ПОП ГРЕХОВОДНИК Сказала мужу, что поп ей каждое утро кричит ку-ка-ре-ку. Муж приготовил ку-ку-ру-зы, ручную мельницу, большую палку и сказал жене. Завтра утром, когда поп крикнет тебе ку-ка-ре-ку, ты ему в ответ кут-ку-дах. Он придет к тебе, я спрячусь дома, выйду и проучу его. Наутро поп вышел из дома и крикнул соседке по обыкновению ку-ка-ре-ку. А та ему в ответ кут-ку-дах. Поп перекрестился, обрадованный ее ответом, и, решив, что дело пошло на лад, с улыбкой направился к красотке. Когда он открывал дверь, в комнате его встретил крестьянин. Что тебе здесь надо, батюшка? Я пришел просто так, как сосед к соседу забармотал растерянный греховодник. Мужик велел жене принести ручную мельницу, приготовить кукурузу для помала, а сам огрел папа хворостиной и велел. Если до вечера ты не перемелишь всю эту кукурузу, я тебе голову разобью. Мучаясь голодом и жаждой, поп до самого вечера крутил ручную мельницу. Вечером явился крестьянин, избил его палкой до крови и сказал. Теперь ступай, и если где будешь с собой похваляться, не забудь похвалить и меня. Голодный и избитый поп поплелся к себе домой. Дома спросила его попадья. Отец, что с тобой приключилось? Где это тебя так отделали? Что могло приключиться со мной? С утра я справил двенадцать крестин и всюду был тамадой, сильно опьянел, по дороге упал и разбился. Так и заснул поп, избитый и искалеченный. Три дня не поднимался он с постели. На четвертый день, когда он проходил мимо того крестьянина, молодуха крикнула ему. Поп, кукаряку! Но нет, дорогая, ответил ей поп. А у вас, видно, еще осталась кукуруза для помола. С того дня поп ни разу не глянул на ворота своего соседа.